Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, большое спасибо, что есть такая возможность выступить на таком обществе, перед такими коллегами. И сегодняшняя моя тема, она достаточно сложная. Спасибо Татьяне Юрьевне за представленную тему доклада, потому что я очень долго переживала по поводу того, как построить доклад, потому как здесь мультидисциплинарный именно подход. И так как рак читательной железы действительно это не только высокодиференцированные, но и другие раки, и лечение также достаточно сложно представить в полном объеме. Поэтому я постараюсь вкратце не следить и строго. Спасибо. Спасибо. И первый вопрос мой на голосование, если это удастся сделать. Мне сказали от те службы, что это возможно. Пациент, которому 70 лет, это мужчина. Он первый обратился к нам в институт онкологии в 2018 году с фолликулярным раком щитовидной железы. И у пациента на тот момент, к которому обратился, уже было поражение метастатическое легких. В легких имелись метастазы. Ему было проведено лечение радиоактивным йодом и выявлена была резистентность к йодотерапии. Пациент был признан радиорезистентом. Соответственно, у меня вопрос к аудитории. Вопрос к аудитории, что мы на сегодняшний день могли бы предложить данному пациенту. Получается с голосованием? У нас на голосовании 2.0 10 секунд. Это, как показывает практика, очень долго. Здесь была сложность в загрузке голосования, поэтому вопрос именно. Получилось. Спасибо большое. Ну и, в общем-то, да, действительно радует, что понятно, что дистанционной лощевой терапии здесь нет, не актуально. Ну и таргетная терапия. Химиотерапия тоже имеет 22%, хотя эффективность, конечно, низкая, но тем не менее отмечена. Ну и курс радиотерапии тоже обсуждаемый вопрос. По эпидемиологии. Хотелось бы сказать о том, что это действительно актуальная тема, тема рака считаетной железы, потому что имеется прирост заболеваемости. Насколько мы обсуждали, именно почему происходит прирост заболеваемости, не потому что появляется, наверное, все-таки много раков считаетной железы, а потому что появилась возможность выявления диагностики, и, соответственно, на более высоком уровне происходит диагностика рака считаетной железы. Хотелось бы показать этот слайд именно потому, что здесь говорится о том, что в центре у нас онкологический пациент, и вокруг него очень много специалистов, которые помогают в лечении и дальнейшем введении данной категории пациента. И, как видите, в конкретном случае мы имеем дело уже с таким мультидисциплинарным подходом в лечении данной категории пациентов. Эволюционно, как видите, для нас являлось основным этапом лечения и раньше до начала появления направления пациентов на радиотерапию, в то же время и появление препаратов таргетной терапии имеется в виду, у нас основным являлось это хирургическое вмешательство, дали наблюдение, выполнялась дистанционная лучевая терапия. Ну и в процессе эволюции у нас действительно появились возможности выявления, определения радиотрезистентности, у нас появились препараты, которым можно применять при лечении различных раков щитовидной железы. Ну и, конечно, на сегодняшний день это по фиозам является то, что у нас действительно есть таргетные препараты, что действительно радует нас как онкологов. Не могу не сказать о диагностике рака щитовидной железы, потому что это имеет очень большое значение. Почему-то бытует мнение, что нет надобности при наличии опухоли небольшой в области щитовидной железы выполнять с КТ или грудной и брюшной полосы, или обследовать пациента тщательно для того, чтобы правильно стадировать. Опять же, мы возвращаемся к вопросу о правильном стадировании. То есть в этой ситуации необходимо знать полностью и точно, в каком у пациента имеется органе возможности, если действительно есть подозрения, то держать это на контроле, чтобы в дальнейшем имелась возможность верифицировать и выявлять на раннем этапе резистентность данного пациента. По гистологической классификации, как видим, у нас действительно очень большие возможности выявления у патоморфологов различных форм и действительно различных по структуре гистологической форм рака щитовидной железы. На сегодняшний день я постараюсь более подробно рассказать о дифференцированном медулярном раке, но и немного поговорим о анапластическом раке щитовидной железы. Как видите, это известный на самом деле слайд, и я думаю, что в аудитории понимают, откуда он взят. Это очень важно на сегодняшний день иметь представление о том, какой генетический профиль у опухоли пациента, которого вы ведете. Возможности диагностики, которые существуют на сегодняшний день, они очень важны, потому что мы должны понимать, что пациенту выполнить на данном этапе выявление опухоли щитовидной железы и правильно определить. В то же время необходимо понимать наличие или отсутствие притрахиальной группы узлов, которые тоже обсуждаются, и для, как есть и говорится, среди хирургов, очень важным моментом является выполнение или невыполнение притрахиальной фаденектомии. На что мы опираемся? Это на террасе обязательно классификацию. Это УЗИ-специалисты, которые по количеству баллов, по расположению, по их структуре, ихогенности, контуру, включении в форме этого узла, они могут определить достаточно достоверно, является ли эта опухоль злокачественной. На сегодняшний день существует возможность выполнения и контрастирования щитовидной железы. Это препарат серый, который также возможно введением и быстрым выявлением подозрений на рак щитовидной железы по наполнению данным препаратом. Цитологически также мы опираемся на то, что имеется градация, классификация БИТЕЗДА, и без нее мы уже тоже, это тоже эволюционное достижение, когда мы четко понимаем, уже можно, имея уровень классификации по БИТЕЗДА, мы можем понимать, какое у пациента на сегодняшний день его состояние и какой у него прогноз. Очень важным является определение бравмутации в опухолевой ткани. Это тоже является очень важным моментом и тоже является одной из уже старых, но новых в том числе. И понятно, что пациенты с популярным раком щитовидной железы имеют, к сожалению, высшую смертность при наличии бравмутации в опухолевой ткани. Классический подход. Мы имеем пациента, который обращается к нам для оперативного лечения, ему выполняется необходимый объем оперативного вмешательства, при наличии необходимости выполнения экстерпации щитовидной железы, выполняется удаление всей щитовидной железы, и в центре, как мы видим, гормоносупрессивной терапии. Она очень важна для того, чтобы мы понимали, и пациент получал супрессию, но это все обязательно с учетом стратификации происходит. И далее, опять же, мы наблюдаем пациента. При наличии метастазирования выполняется операция лечения радиоактивным йодом, если его не было, и наблюдение продолжается. То есть очень важным этапом здесь является тесный контакт с эндокринологами в том числе. Ключевые документы, которые мы используем, как видите, их много, и одновременно, и, в общем-то, не очень много, они обновляются. Но вот на сегодняшний день также работали над рекомендациями для их публикации на сайте Минздрава. И, соответственно, на сегодняшний день, могу сказать, пока то, что мы видели и имеем, для каждого из раков у нас есть вот такие вот клинические рекомендации, которых мы все на сегодняшний день знаем. Радует то, что у нас появились именно препараты, таргетные препараты для таргетной терапии. Основное то, что хотелось бы также указать, что мы стратифицируем и стратифицируем по группе риска. Это низко-средне-высокие группы риска. И обязательно в зависимости от этого мы назначаем терапию, радиотерапию. Но очень важно иметь в виду то, что есть пациенты, которые на самом деле на сегодняшний день являются первично резистентами. Это очень важный момент, который нельзя упускать. И мы, к сожалению, этим сталкиваемся все чаще и чаще. Определение объема операции, позвольте, не останавливаться. На самом деле это решается именно хирургические понятия и выполнение того или иного объема на поражение лимфатических узлов, как на сегодняшний день иногда встречается с тем, что не выполняется, направляясь пациент на лечение радиоактивным йодом. Это на самом деле ухудшает прогноз пациента. Необходимо выполнять полном объеме удаление и выполнение удаления лимфатических узлов в объеме лимфоденоктомии и выполнение вот таких вот операций, которые хотелось бы показать, на самом деле не показав и понимая, почему все-таки мы радуемся, что у нас есть таргетная терапия. Но это минимальный объем, который может затронуться. Это хрящи гортани, поражение, проникновение внутрь, удаление этих хрящей. Пациентка с прорастанием. Здесь более сложная ситуация. Прорастание во все слои шейного отдела пищевода, когда уже невозможно сохранить шейный отдел пищевода и гортаноглотка. Выполнение происходит с формированием анастомоза урагастрального. На данном слайде представлено. Ну и когда имеется подрастание к сосудам, когда имеются очень большие сложности выделением того или иного морфологического препарата для морфологического исследования. Конечно же, мы понимаем, что появление этих препаратов позволяет на сегодняшний день, возможно, избежать, хотя хотелось бы, конечно, удалить препарат, а далее уже с учетом резистентности после циторедуктивной операции проводить терапию, таргетную терапию. Ну и данные слайды представлены для того, чтобы понимание было о том, какой объем хирургического вмешательства выполняется. И, как видите, трахея полностью удалена, удален препарат. Ну и это категория пациентов, которые, к сожалению, вот так вот в запущенном состоянии приходят к нам. Ну и следует понимать, что есть дифференцировый рак четвертной железы, есть критерии, по которым считается, что он является радиотрезистентным. И на данном слайде представлены критерии резистентности данных пациентов. Это надо обязательно учитывать. И в комплексе обязательно в комбинации мультидисцентальной комиссии работать с радиологами Центра лечения радиоактивным йодом. На сегодняшний день то, что мы имеем, и на самом деле это те же токсоны, которые, токсическая химиотерапия, которая применяется, она действительно очень низкая. И несмотря на то, что при голосовании тоже имеет возможность химиотерапии при применении или нет таковых. Но на самом деле на сегодняшний день является высокоэффективным методом это проведение препаратов гибитеров. И хотелось бы сказать о том, что также мы опираемся на те рекомендации, которые говорила ранее, о том, что действительно линвотиниб и сарафиниб это два препарата, которые на сегодняшний день существуют. Мы используем их в лечении радиотрезистентных препаратов, но также эти препараты могут быть использованы на самом деле при нерезиктабельных, при раках щитовидной железы, высоко дифференцированных. Выживаемость, как видите, представлена на складе, что она действительно изначально накапливающая группа пациентов, накапливающая йод, и группа пациентов, у которых изначально накапливающие, но они прогрессирующие на фоне лечения. Ну и есть группа пациентов, как видите, их тоже немало, это пациенты изначально рефракторные к йодотерапии. Ну и вот о двух препаратах, которые хотелось бы сказать о том, что действительно не существует, это сарафинит и линвотиниб. И на сегодняшний день мы понимаем о механизме действия линвотиниба, то, что он действительно через контрольную точку он может контролировать контроль родственной опухоли, он может преодолевать резистенцию к антиогиениным препаратам, и на самом деле обладает высокой эффективностью в лечении. И хотелось бы сказать о том, что вот по исследованию, которые были проведены с Элект и Десижн, можно говорить о том, что медианная выживаемость составила в настоящее время у пациента высоко дифференцированных раковочетной железы, радиотрезистентным, увеличивая до 19,4 месяцев. И при исследовании и изучении в комбинации с плацебо-линвотинибом у пациентов 18,3 месяца у пациентов действительно выживаемость безрецидивная. Ну и хотелось бы сказать о том, что, как и при всех других препаратах, есть нежелательные явления у пациентов. В основном это гипертензивная проблема, и связана она именно с тем, что пациент пугается, не понимает, и это очень важно объяснить ему, что это нежелательное время может присутствовать. Ну и, как видите, коррекция ДОС, она представлена также, которую необходимо обязательно учитывать. Ну и хотелось бы сказать о том, что действительно по выводам, по лечению таргетными препаратами мы получили очень большой плюс в лечении, и очень здорово, что мы можем себе позволить уже применение данных препаратов, так как такая категория пациентов, к сожалению, погибала от неэффективности химиотерапии, от невозможности применения лучевой терапии. Ну и на следующий день мы все-таки могли уже достигнуть и безрецидивно выживаем до 20 месяцев. Хотела бы сказать о медулярном раке, который тоже является очень сложным на самом деле, и очень таким непредсказуемым раком. Он может протекать как достаточно спокойно, так и достаточно агрессивно. И поэтому хотелось бы сказать о том, что действительно все знают о том, какие раки медулярные существуют, как и наследственные формы, так и спорадические формы. Золотым стандартом является, к сожалению, не всегда участвовать в телемеде. Могу сказать, что не всегда мы получаем, например, в документах о том, что сделано РЭА или кальцитонин исследования. Это, конечно, нужно не забывать. Необходимо это выполнять, и пациент должен быть обязательно обследован. Хотела бы сказать, при анализе данных, как видите, по работе, которая была представлена при исследовании пациентов с медулярной ракомы, это железы, как видите, при наличии до 500 кальцитонина, уже базального, мы видим, что уже есть поражение лимфатических узлов. Это обязательно надо учитывать, на это надо опираться, и чувствительность кальцитонина как методики является до 100%. Ну и хотелось бы сказать о том, что это же исследование, оно говорит о том, хотя мы не можем на самом деле опираться именно на эти клинические рекомендации, но тем не менее, нужно обязательно исследовать лимфатические узлы на предмет их скрытого метастазирования. Ну и хотелось бы сказать о таргетной терапии, это препарат, единственный также на сегодняшний день для нас, это Вандатониб, это ингибитор теразинкеназ, и на самом деле это препарат, который позволяет нам на сегодняшний день держать под контролем рак щитовидной железы медулярной, и хотелось бы понимать о том, что вся аудитория знает, что основным моментом, ключевым механизмом развития медулярного рака щитовидной железы является активация рецепторов теразинкеназ. Соответственно, именно опосредованно, либо прямым противоопухолевым действием обладает препарат Вандатониб, который, к счастью, для нас также есть очень много работ, говорит о том, что эффективность, он действительно продемонстрировал клиническую эффективность как в спорадическом, так и в рожденном медулярном раке щитовидной железы. Ну и хотелось бы повторить о том, что имеются рецепторы, рецепторы эпидермального фактора роста, рецепторы роста эндотелия, ну и протонкогены, которые при гиперстимуляции мутации этих рецепторов способствуют опухолевому росту, они способствуют, и очень важно понимать, что в этом случае выступает Вандатониб, который помогает в этой ситуации данной категории пациентам. Ну и также хотелось бы вернуться к исследованию ЗЭТА, которое продемонстрировало в препарате Вандатониб и достоверно увеличенное выжимание без прогрессирования, как видите, в комбинации с плацебо мы видим хороший результат и снижение риска прогрессирования заболевания на 54%. Частичный объективный ответ тоже также составил до 45% в комбинации с плацебо. Ну и хотелось бы сказать о том, что при исследовании было выявлено, что действительно биохимические ответы, то есть при наличии биохимического рецидива, мы понимаем, что он достоверно увеличивает частоту. То есть мы видим снижение, и это действительно очень здорово, что этот препарат работает в этой группе пациентов. Ну и очень важным моментом является то, что существует очень маленькая группа пациентов, у которых имеется РЭД-мутация. Соответственно, данный препарат при наличии РЭД-мутации также проявил свою эффективность. Также хотелось бы сказать о нежелательных явлениях, которые есть. Ну, нежелательные явления в плане диареи могу сказать о том, что практически большая часть пациентов при медулярном раке имеют синдром раздраженного кишечника, они страдают диареей. Это обсуждается. Обязательно пациенту задается вопрос о том, что у него со стулом. Это очень важный момент. Ну и вот, к сожалению, такая ситуация тоже возникает, но это все купируется, пациент понимает, что его ожидает в данной ситуации. Ну и ряд исследователей, которые продемонстрировали эффективность. Как видите, эффективно зафиксирован был полный ответ на лечение в 2016 году. Ну вот, медианное выжимание, к сожалению, не прослежено. Ну и много авторов, которые говорят о том, что действительно вендоним действительно показал свою эффективность в лечении медулярного рака щитовидной железы. Ну и еще два клинических исследования хотелось бы продемонстрировать, в которых различная дозировка в андотонибе. И, как видите, конечной точкой являлась также частота объективных ответов. Ну и согласно данным исследованиям, при врожденном раке также мы видим получение хорошего результата, как и при, ну вот, комбинации с, имеется в виду, с различными дозами препарата андотониба, в дозе 300 и 100 миллиграмм. Ну и хотелось бы сказать о том, что есть еще терапия отдаленных метастазов, в том числе и лечение, не забывать о том, что пациенты распространенные, и обязательно нужно учитывать еще сопутствующую терапию в комбинации с мультидисциплинарным подходом. Ну и хотелось бы сказать также еще несколько минут занять о анопластическом раке щитовидной железы, который у нас, к сожалению, еще остается так вот без конкретного лечения как такового, потому что эффект от лечения невысок, пациенты очень быстро прогрессируют и погибают, и, к сожалению, мы помочь им обычно уже не можем только симптоматически о том, что говорил в предыдущий слайд, это, можно сказать, отрохиостомия и гастростомия. Ну и вот о работе, которая была представлена и японскими коллегами, в которой говорится о том, что все-таки они применили линвотиниб у пациентов с анопластическим раком щитовидной железы, и, как видите, медианная выживаемость составила 7,4 месяца, то есть не так это много, но на самом деле частота объективного ответа составила 4 человека, пациентов было не очень много, но в этом направлении также идут работы, и мы, я думаю, что скоро мы получим какой-то результат. Надо не забыть, не забывать также о диморфном раке, это ситуация, когда мы видим несколько раков, необходимо обязательно составить алгоритм в мультидисциплинарном опять же контексте, когда и какой метод лечения будет впервые и раньше выполнен, это очень важно знать. Ну и вернемся к голосованию. На самом деле, мы тот вопрос, который я задавала, это пациент, у которого проведено было ряд этапов лечения, ну и он к нам поступил для дальнейшего, и что было назначено, и опять же мы назначили ему, могу сказать, что мы назначили ему таргетную терапию, естественно, и хотелось бы показать вот трехмесячный результат, о котором вы видите, действительно есть эффект от лечения, лечения линвотениба, мы получили результат, качество жизни у пациента улучшилось, у пациента было нежелательное явление в проявлении повышения артериального давления, была проведена антигипертензивная терапия, соответственно, в этой же комиссии к мультидисциплинарной работе у нас обязательно кардиотерапевт, это терапевт, который понимает и знает наших пациентов. Ну и я приглашаю всех, так же, как и все коллеги, вас на белую ночь, у нас будет секция по опухолям головы и шеи, в том числе, и всех вас ждем в эти даты. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание.